Боречка, у меня даже мои знакомые, родные тоже переживали в эту ночь, в предыдущий день и ночь, зная, что я здесь, на том берегу, в Херсоне. Как вы провели вот эту минувшую ночь? В тревоге, потому что не то, что я не боюсь за себя, ничего не боюсь. Мне когда пишут там мои, так сказать, доброжелатели о том, что вот, да не боишься, что вот мы скоро придем, я все говорю, да никого я вас не боюсь, я боюсь одного перестать перед Господом не готовым, да, то есть вот это для меня страшно, а все остальное, это все как бы чепуха. А так, ну, в основном, вот эта вот ситуация с так называемым прорывом под Посадок-Покровским. Это на Херсонском направлении. На Херсонском направлении, да, это вследствие того, что целый день было нагнетание со стороны всех СМИ по поводу прорыва вот там вот в Харсовской области, и как бы сработало это. То есть все-таки украинское ЦИПСО работает отлично, они умеют вот находить эти моменты, как повлиять на людей, чтобы они боялись, были в панике. Вот у нас на Херсонщине на протяжении полугода людей пытаются, та сторона пытается держать в панике, постоянно объявлять какие-то воздушные тревоги, то есть летят самолеты с Крема сюда, они говорят, воздушная тревога, воздушная тревога, нам-то какая? Но некоторые, прочитав это, сразу же начинают бояться. И вот это состояние напряжения многих людей держат уже вот эти полгода. У нас здесь лекарства есть, да. Так я знаю, что самое островное лекарство сейчас у нас, да, это психотропные и антидепрессанты, то есть народ в панике. И это, ну вот, наши, так сказать, соотечественники к этому стремятся, и они этого добиваются с успехом. Мы где-то сталкивались вот вчера в сообщениях, может быть, даже российских телеграм-каналов, а может быть и федеральных каналов, что да, вынужденно, временно оставили несколько населенных пунктов на Харьковском направлении, но в целом ничего особо критичного не происходит. Вот на ваш взгляд, чем опасны эти такие ситуации, оставление временного пунктов для населения? Во-первых, опасно то, что так сообщают, ничего страшного, да, то есть нам нужно знать реальную правду, потому что есть люди, которые доверились власти, русской власти, российской власти, да, и они, понимая, что ничего страшного, читая, что ничего страшного не происходило, они сидят и ждут, а тут залетают вот эти махнулцы на своих тачанках, да, и все. И человек практически может подвернуться, не, не, а, не, стопроцентно подвернуться, потому что если не насилию прямо на месте, да, то их заберут и сейчас будут там судить, что-то там еще будут и так далее, в лучшем случае попадут в обменный фонд, да, это как бы это вообще удача будет прямо. Вот этим все и опасно, надо, вот информационная политика очень страдает, очень страдает, потому что нет, опять же, этого в реальном времени. Если человек знает, что сейчас идет прорыв, да, и он умеет, по крайней мере, где-то спрячется, если не успеет уехать, да, то, по крайней мере, где-то спрячется. А люди действительно доверили свои, можно сказать, и жизни, да, и вот эта ситуация, ну, мы знаем, что было с Бучей, да, хотя нам же хотят представить, ну, когда человек с белой повязкой убитый, да, и его укладывают, они хотя бы позднее могли бы эти повязки для того, чтобы сенсортировать нормально.